Берется праведная вера, она берется от святости. Нужно изучать, смотреть фильмы, когда вы хотите фильм посмотреть, смотрите о фильме святых людей, о жизни, ищите эти фильмы. Я когда есть свободное время, я вот сейчас про пиво вот этого священника смотрю, до этого про Иоанна Павла II смотрел фильм про его жизнь, прекрасный фильм. Также про разных других возвышенных людей надо изучать, смотреть их жизнь, для того, чтобы понять, что такое чистота, святость. Настоящее счастье человек испытывает, когда он может видеть то, что не видят другие. Вот, допустим, мы когда бегали с вами, мы одинаково видели солнце, деревья, воду. Одинаково чувствовали все это или нет? Кто-то чувствовал гораздо больше, а кто-то меньше. Кто-то меньше радовался всему, а кто-то больше радовался, а кто-то глубже радовался, а кто-то очень поверхностно радовался. А вот у меня теперь к вам вопрос. А вот что такое здоровье? Здоровье – это когда ты больше можешь видеть красоту природы. Запомните это, мои дорогие друзья. И если вы сможете очень сильно глубоко видеть красоту природы, деревья, сможете видеть красоту леса, красоту солнца, ваше лечение внутреннее будет качественным, потому что лечение человека зависит от способности его чувствовать красоту природы. Чем больше человек любит солнце, тем больше солнце его лечит. Чем больше человек любит свежий воздух, тем больше свежий воздух его лечит. Чем больше человек любит воду, тем больше вода его лечит. Понимаете? Также тоже, когда люди любят друг друга, они сильно обмениваются. Как вы замечали, что если люди любят друг друга, они похожи друг на друга. Вот как определить, что сильно любят? Они похожи. Вот они вместе идут и похожи. Они становятся похожими благодаря любви. Это обмен энергии происходит, понимаете? Обмен энергии также с природой. А природа даст нам что-то плохое, может дать или нет? Вот это надо тоже понять. Она нам дает здоровье, понимаете? И если вы сильно любите природу, вы всегда будете здоровыми. Здоров тот, кто научился любить природу. Но есть отшибленные люди, им вообще не нужно даже на улицу. Они не хотят на улицу. Значит, они будут постепенно загибаться. Поэтому я и вытащил вас туда, на улицу. Хотите, бегайте. Хотите, стойте. Хотите, ползайте. Главное, будьте с нами. И что мы там, что вы там заметили? Как мы радуемся природе, друг другу. Так? Знаете, я пробежу. Кто из вас не планировал залезть в воду и залез? Ну я ногами только, но все равно для меня. Вон, девушка, она не планировала, но она залезла в воду. А вода-то не... Вода же... Мои хорошие, вода была 6 градусов всего, понимаете? 6 градусов. Это в проруби 4-3 градуса, а тут 6. Разницы большой нет. И в проруби-то все нырнут-вынырнут, понимаете? А мы-то там стояли 8 минут в этой воде. И люди... 15 человек зашло. Понимаете? И никто не заболеет. Не заболеет. Все будут счастливы, 100%. А по небу проплывают. Чувствуешь, как нежно дует ветер, в волосах твоих он играет. А ты идешь красивой походкой. Твоё кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Это и есть здоровый образ жизни. Понятно? Это любит природу. Это и есть здоровый образ жизни. Вот. Дальше тоже нужно прилагать усилия, чтобы хорошо относиться к жене. Или к мужу. Но для этого надо знать, что ему нужно. Что жене, что мужу нужно. Люди же не знают даже. Вот женщина для чего рождается? Есть три энергии. Энергия вечности. Энергия знания. Энергия любви. Душа. Энергия вечности. Я когда спрашиваю, кто больше хочет жить, женщины и мужчины. В основном женщины говорят, что женщины больше хотят жить. Почему-то они так считают. Кто хочет больше жить, женщина или мужчина? Все хотят жить одинаково. Мужчины и женщины все одинаково хотят жить. Понимаете? Вот. Теперь. Душа. Если хочет нежности, ласки, любви, заботы, отношений. Она получает женское тело. И это не то, что хромосомы там психанули, как бы вот такая комбинация у них произошла. Понимаете? Нет. Комбинация хромосом зависит от влияния психического тела. Когда душа вместе с психическим телом попадает в яйцеклетку, она уже сразу начинает влиять на формирование яйцеклетки с самого первого деления. Почему клетка делится? Потому что вместе со спарматозоидом в яйцеклетку попадает душа вместе с психическим телом. А в психическом теле уже находится чертеж, как развиваться плоду. Уже все заранее известно. Чертеж. Понимаете? Есть такие психические каналы, которые называются шротасы. Эти каналы, по ним, по психическим каналам этим растут все клетки в организме. Поэтому нервная клетка, трубка закладывается в разных местах одновременно и все соединяется. Это очень трудно все соединить. Для этого должна какая-то сила отсоединять. Понятно? Это сила, психическое тело, в котором мы находимся. Там есть каналы, которые все дают возможность плоду развиваться как надо. Когда человек здоровый образ жизни ведет, то эти все психические каналы очищаются. И энергия правильно поступает в организм человека. Но есть еще между нами связи. Понимаете? Их тоже надо очищать. Но сначала надо понять, для чего человек родился вообще, чтобы ему помочь. Вот женщина рождается для любви. Вот маленькая девочка, она чего больше всего хочет в жизни? Вот маленькая девочка. Она, вот знаете, настроение маленькой девочки. Она ходит. И как она настроена? Чего она хочет? Как она хочет, чтобы кем ее считали? Принцесса, да. Но есть настроение у девочки, у маленькой. Даже с самого детства, у женщины, у каждой женщины есть одно настроение. Каждая женщина, постоянно от нее идет сигнал всем людям на земле. И из ее сердца идет сигнал. Я хорошая. Я хорошая. Я правильная. Я хорошая. Посмотрите, какая я хорошая. Все женщины так настроены. У мальчика маленького идет сигнал, что я хороший? Идет? Ему пофиг. Ему говорят, ты хороший мальчик или нет? Он говорит, нет. Ему нормально быть нехорошим мальчиком. Абсолютно комфортно, понимаете? Но маленькая девочка, конечно же, она скажет, я хорошая. Всегда. Потому что у девочки рождается для того, чтобы быть хорошей. Она рождается для любви. Плохой человек не может никого любить. Но маленький мальчик не рождается для любви. Он рождается для знания, для победы, для достижений, для преодолений, для опыта, для реализации. Поэтому у мальчика, у мужчины не заложено в психике перенятие знания. У него заложена возможность получить опыт и тогда получить знания. Мужчина должен получать опыт и тогда он получает знания. А женщина получает через слова знания. Поэтому все мужчины, они сидят, слушают мою лекцию. И только если они это начнут делать, они тогда смогут в это поверить. А так они просто... Вот если мужчина первый раз на лекцию пришел, поднимите руку, то вообще никогда мы лекции не слушали. Мужчины пришли на лекцию. Первый раз абсолютно вообще. Вот первый раз вы пришли. Вот у вас первое восприятие... Сейчас я вам скажу, открою тайну сейчас, которую вы не знаете. Знаете, как вы меня воспринимаете? С первого раза вообще никогда не слушали мы лекции. Вы смотрите, думаете на меня. Дурак, не дурак, дурак, не дурак. То есть первое восприятие это просто, ну как бы... Не понимаю, что за фраер такой пришел, что он хочет, почему он всех кормит конфетами. Что вообще такое происходит? То есть вы его так воспринимаете. Так мужчина, он воспринимает все очень критично сначала. Он никогда... Вот женщины, когда женщина садится, она первый раз никогда не слушали мои лекции. Женщины, поднимите кто, никогда не слушали мои лекции. Пришли первый раз на лекцию. Знаете, как вы воспринимаете? Мое, не мое, мое, не мое, мое, не мое. И потом, если мое, все, слушаю. Потом женщина как начинает дальше воспринимать? она в себя всасывает знания, она вот так берет и все впитывает в себя, все. И потом, это конечно ужасно для мужа, она полностью меняет всю жизнь, она говорит, все, будем жить вот так. У меня жена сходила на семинар по коралловому клубу, она сходила, послушала. Я два года кораллы жрал. Я не мог ей объяснить, подходит мне это, не подходит. Она меня не слушала, говорит, ешь, это тебе надо есть. Я говорю, хорошо, хорошо, и ел кораллы два года. Потом, слава богу, она сходила на курсы по магической уборке, это меня никак не касалось. Это касалось просто дома, и она там убирает магический передом все время. Слава богу, это как бы, она бы забыла про эти кораллы. Я теперь спокойно живу. Когда женщин вот так слушают и все пишут, впитывают, это потом все на мужиках отражается. Им приходится менять всю свою жизнь потом. А мужчины, они слушают и думают, это я знаю, это я тоже знаю, это не знаю, проверим. Это я знаю. Если мужчину спросить, как лекция, он говорит, нормально, вот. Ну, ты новенькое что-то получил, он говорит, нет, я все это знаю. Вот. Ну, то есть, мужчина так воспринимает, потому что он знание нанизывает на свой жизненный опыт. Мужчина для того, чтобы знание получить, он должен его взять и свой жизненный опыт, и на него нанизывает. А женщина, она с чистого листа все берет. И она просто берет, его воспринимает все очень глубоко и заново формирует картину мира. Так женщина воспринимает. Вы понимаете, какие мы разные? И вот как надо к женщине относиться? Когда муж смотрит на жену, он должен мысленно падать в оморок каждый раз, когда ее видит. Я, например, когда... И женщине это очень нравится, она очень счастлива. Но падает ли он в оморок, когда он видит? Нет, он уже давно к ней привык. Но если он хочет ее сделать счастливым, он должен так себя вести. И вы скажете, зачем обманывать? А вы знаете, что любовь, она не любит правды. Вот вы, допустим, с маленьким ребеночком, когда его любите, что вы ему правду говорите, что ли? Вы ему говорите то, чтобы он был счастлив. Он говорит, мама, мы в омороженку будем покупать? Вы говорите, будем. Сами вретте. Потому что вы не собирались, не планировали в омороженку покупать. Но вы когда любите ребенка, вы всегда ему говорите то, чтобы он был счастлив. Он улыбается. Мама, когда мы будем покупать мороженку? Скоро, сынок. Вретте в наглую. Но он счастлив, он говорит, мама, ты такая любимая. Спасибо тебе, что ты меня понимаешь. Вот. И мама говорит, пожалуйста тебе, сынок. И потом, когда приходит время, она точно сама покупает мороженку ему, хотя она и не хотела, не планировала. Просто она из любви это делает. В общем так же, у меня, когда жена готовит, я должен всегда сильно удивиться тому, что она приготовила. И падать в оморок. мы прямо на столе вот так. И разок она приготовила, и мне был звонок очень серьезный. И я как бы, она приносит мне еду, а мужчина, и он не может сразу все видеть. Он только в одном погружается всегда. Я говорю по телефону, она стоит такая с едой, смотрит на меня и бледнеет такая. Смотрю, она бледнеет. Думаю, что такое? Вот. Закончил разговор, и она говорит, ты чего не падаешь в оморок? Я тебе принесла, я приготовила. Ты чего не падаешь? Она так сильно удивилась, что я не падаю в оморок. Я же должен в оморок отчасти падать, что она мне приготовила. Это называется любовь. Или, допустим, мне жене нравится, когда ее встречают. Ее папа всегда с детства встречал, когда она приходит куда-то, ушла, приходит. И папа всегда возле крыльца стоял. Я это усвоил. И если я дома, я сижу, допустим, она проходит мимо окна. У нас свой дом. Надо пойти мимо окна, чтобы прийти. Я сижу, смотрю, она обходит, подбегаю к двери, вот так стою с опущенной головой. Она открывает дверь. Ты давно, говорит, здесь стоишь? Я говорю, как ушла, так и стою. Она такая счастливая, она обнимает меня и говорит, спасибо тебе за любовь. Это называется служение близкому человеку. И она мне говорит, спасибо, что ты у меня есть. Я отвечаю, спасибо, что я у тебя ем. И так мы с ней живем, счастливо, радостно. Что такое счастье? Это когда человек понимает другого человека и служит ему. Две вещи. Понять и служить. Что хочет женщина? Женщина хочет, чтобы ее считали красивой и радовались ее красоте. Удивлялись, радовались, чтобы глаза округлялись у мужчин, глядя на нее. Она этого хочет. Каждая женщина этого ждет. Она идет по улице и смотрит на взгляды. Как на нее смотрит? Радуется ее красоте или нет? Если человек радуется, она очень счастлива. Что нужно мужчине? Хорошая на стороне жены, это само собой. Что нужно мужчине? Мужчине нужно, чтобы его уважали. Когда мужчина говорит, надо застыть вот так вот и слушать. Конечно, когда мужчина говорит, женщине очень трудно слушать. Потому что, если он особенно грубо говорит, то у нее мозги напрягаются. И она думает, Господи, когда он же закончит? Вот. Но мужчине очень нужно, чтобы жена признала в нем мужчину. То есть, ему нужно, чтобы она, вот он говорит, она должна, да, интересно, да. Ему нужно, чтобы вы были согласны или нет? Нет, ему нужно, чтобы вы сказали, что вы согласны. Это называется уважение к человеку. Вот, допустим, женщине нужно, чтобы муж вот сильно любил. Нужно? Нет. Ей нужно, чтобы он показывал свою любовь. Вот представьте, если муж у вас будет сильно любить вас. Что с вами произойдет? Вы с ума сойдетесь. Все уже напрягается, да, психика? Он должен показывать любовь. Должен радоваться вам. Должен быть счастливым рядом с вами. Правда? Вы этого хотите? Это называется дарите любовь. Потому что сильно любить означает хотеть, любить, ждать. Понимаете? А когда человек радуется, это совсем другое. Этот человек делает из доброй воли, понимаете? Любовь – это добровольная вещь. Это не то, что ты как бы привязался к человеку, без него жить не можешь. Что мужу нужно? Нужно, чтобы жена смотрела верными глазами. Вот сейчас покажу взгляд такой вот. Вот когда мужчина видит такой взгляд, в его сердце входит любовь. И он защищен тогда, потому что мужчине не хватает любви в жизни. Женщине не хватает в жизни защиты. Ей нужна защита, гарантии от мужчин, гарантии ей нужны. Не хватает защиты в жизни. Ты не печалься, не прощайся. Все впереди у нас с тобой. Классно? Нравится? Все женщины притихли такие. Получает чай. Мужчине нужно, чтобы женщина на него смотрела вот так. Такой. Ну, такой умный человек. Мужчина каким становится тогда? Умным становится. Если же не радоваться, она какой становится? Красивой становится. Если... Если мужчине... Мужчину считать очень разумным, вот так на него смотреть с верой, то он становится очень разумным. Если мужчину считать, что у него все получится в жизни, у него все будет получаться. Женщина состоит из благословляющей и проклинающей силы. А мужчина состоит из действующей силы. Просто сила женщины невидимая. Даже сами женщины не понимают свою силу. Не то, чтобы мужчины. Если женщина благословляет, то у мужа все получается. Не благословляет, все портится. Почему она не благословляет? Потому что бедит в нее недостатки. А почему она благословляет? Потому что верит в Бога. И она следует правилам. Она знает, что надо всегда верить мужу, смотреть верным взглядом. Допустим, он какую-то чушь, пургу несет. Ну, чаще всего. Вот. Вы слушаете с верой вот так. Да, мой хороший. Да, мой хороший. Все. Значит, вы мудрая женщина. И если вы будете слушать с верой, он поменяет свое мышление или нет рядом с вами? Вот вы его слушаете, согласились с ним, потом он начал с вами обсуждать и постепенно он согласился с вами. Потому что мужчине важно сначала, чтобы жена с ним была согласна, и потом он дальше может поменять мнение. Женщина должна действовать так же, как действует стрелочник на дороге. Он переводит стрелки и поезд чуть-чуть идет в другую сторону. Вот поезд идет, вот в одну раз, чуть-чуть повернул, а он уже не туда едет, а он не заметил. И мужчина даже не заметит, как он в противоположную сторону едет, главное его не останавливать. Мужчину не надо обламывать, понимаете, не надо ему разочаровывать его с вашими сомнениями. Всегда будьте согласны, всегда вдохновляйте его и постепенно перенаправляйте. И тогда он как бы... Одна женщина мне на лекциях говорила, что муж вообще не хочет, чтобы она ходила на лекции. И так длилось несколько лет. А потом, через несколько лет, муж пришел на лекции. Он не хотел, чтобы она ходила, и вдруг он пришел. Это она использовала метод стрелок, вот так постепенно. И он сам начал ходить на лекции. И когда я его спросил, вы как давно поняли, что вам это нужно, это знание? Я для жены специально спросил. И какой был ответ, как вы думаете, женщина? Я всегда знал, что мне нужно это знание. Так работает сознание мужчины, запомните это, женщины. Поэтому никогда не перечьте мужчине. Хотите, чтобы он поменял свое мышление? Не перечьте ему, и он постепенно поменяет. Потому что женщина может аккуратно перенаправить сознание своего мужа. Но если она будет пытаться ему преграду делать свое мышление, проклинать его, он что-то там говорит вдохновленно. А вы сразу, хрячь, нет, не так. И все, и у него рушится психика, он не знает, зачем он такую девушку вообще взял замуж. Она его не понимает совсем, не любит. Вот когда женщина любит, она как относится к мужчине? Допустим, мужчина говорит, я летчик. Она спрашивает, с кем ты работаешь? Он говорит, я летчик. И он такая, ой, летчик, как хорошо. Она до этого думала о летчиках или нет? Никогда не думала. Но просто потому, что она его любит, ей хорошо, что ей нравятся летчики сразу. А он думает, блин, я все такую классную нашел. Она ей нравятся летчики. Я такую мечтал себе найти. Она об этом никогда не думала даже. Вот просто она его любит, и поэтому летчики нравятся. Понимаете? А если не любит, постоянно... Нет, это не так, это не так. Это работа не так, это не так. И он такой... Что такое любовь? Любовь означает знать, что человеку нужно в жизни, ценности его знать. Мужчине нужно, чтобы жена согласна была. Женщине нужно, чтобы мужчина радовался ее красоте всегда. Очень нежно, ласково, мягко с ней обращался. И даже если она капризничает, он должен... Ничего, мой хороший, все будет нормально, все будет хорошо. Когда женщина капризничает, мужчине приятно, его колбасит, трясет. А он должен... Нет, все хорошо, отлично. Если жена сказала, я тебя напрягла своим поведением или нет? Она прям напрягла, вот так аж трясет. Что он должен ответить? Вообще никак не напрягла. Ты меня никогда не напрягаешь. Если муж, допустим, мысль какую-то выразил свою, и он говорит, ну как бы, ты считаешь, что я тупой или нет? Она уверена, что вообще просто как дерево. Вот. Как она должна сказать, что ты вообще у меня такой разумный? Такие мысли крутые из тебя выходят? Вот это называется любовь, понимаете? У меня, когда жена обижается, я подхожу к ней просить прощения и никогда не считаю себя виноватым. Я разок пришел, подходит, проси, не прощите. Она говорит, не прощаю. Я говорю, почему? Потому что ты врешь. Я говорю, почему я вру? Ну потому что ты в лекциях всегда говоришь, что ты не считаешь себя виноватым. и все время врешь мне. Иди, я не прощаю тебя. Я говорю, а я в этот раз не вру. А сам вру прямо на 200%. Она говорит, ну ладно, я все равно не прощаю. А я знаю, что жена женщины не прощают сразу, потому что у нее психика очень медленно меняет свое мнение. Ей тяжело сразу раз и простить. Я второй раз подхожу, говорю, прости, пожалуй. А я с первой не рассчитывал, чтобы она простила. Я знаю, что будет холостой выстрел. Вот, я подхожу, прости меня, пожалуй, второй раз. Она такая смотрит. Ты искренне просишь или нет? Я говорю, конечно. Потом третий раз подхожу, она говорит, ладно, я тебя прощаю. И когда она говорит, я тебя прощаю, я начинаю понимать, в чем я виноват в этот момент. Приходит знание. Так человек должен жить, понимаете? Нужно всегда с любовью относиться к близкому человеку. Любовь означает служение. Делать так, чтобы он был счастлив. Жить не своим счастьем, а его счастьем надо. А мы добиваемся своего всегда. И поэтому страдаем. А когда ты можешь жить его счастьем? Когда у тебя есть сила на это. И вот запомните, сила приносить близкому человеку счастье не человеческая сила. Это сила Бога. И только когда человек в сознании Бога находится в святости, он может людям приносить счастье, забыв про себя. Понимаете? И для этого нужна память о Боге. Память о Боге начинается с памяти о тех, кто молится. Вот человек не может сам помнить о Боге. Он не знает его. Но есть люди, которые с эмоцией молятся, поют о Боге. И вот если человек, допустим, начинает эту эмоцию брать, эмоцию песнопений духовных, эмоцию тех, кто поет о Боге, он берет в свое сознание, то с этого начинается молитва. Молитва не начинается с того, что человек сел, что-то бубнит себе под нос. Он должен получить эмоцию. Потому что молитва означает память. Невозможно помнить того, чего ты не знаешь. Но зачем вообще нужна эта память? Запомните, в этом мире все соткано из памяти в человеческой жизни. Судьба — это память. Все, что связано с нашей памятью, все влияет на нашу жизнь. Даже память формирует наше будущее рождение. Поэтому память является самым главным. И если человек помнит о Боге, то плохие события сгорают, как дрова в огне. Написано в Священных Писаниях. Это не мои слова. Надо изучать эту тему. Если говорить о нашем взаимодействии с нашей судьбой, то это взаимодействие имеет три круга сферы существования. Три сферы. Одна идет после другой. Вот если ты хочешь победить судьбу, у тебя три, как говорят, за три девять земель. Слово «три» везде. Почему оно слово «три» везде? Знаете? Потому что есть три круга судьбы. Почему три девять земель? Потому что ты должен пройти три земли, три круга судьбы пройти. Первый круг судьбы находится у тебя внутри, в твоем сердце. Тебе надо помнить о Боге, молиться, думать о Боге, помнить о Боге до тех пор, пока сердце не наступит покой. По поводу чего конкретного события, оно тебя вызывает тряску, тебе плохо даже думать об этом, плохо вспоминать. А у тебя должно быть, ты вспоминаешь и в сердце покой. Это не значит, что ты уже победил судьбу. Это значит, что ты встал на этот путь. Это называется принятие судьбы, о котором мы вчера говорили. Сердце покоя. Муж бросил, а я вспоминаю это событие, у меня на сердце покой. Это первый круг судьбы. Второй круг судьбы – это ниточка, связь между нами. Вот ты первый круг судьбы прошел, у тебя на сердце покой, тебе легко молиться? Очень легко. А когда ты на второй круг судьбы переходишь, тебе легко молиться? Опять все заново начинается. Ты уже думаешь, ну все, классно, я молюсь, мне хорошо. Наверное, все наладится. Нет, мои хорошие? Это только начало. Это первый круг судьбы. Потом опять становится тяжело, и ты раньше, если ты думал о своем сердце, о своем самочувствии, и хотел успокоить, и хотел покоя сначала от этого события, хотел успокоиться, тебе нужен был покой, то теперь у тебя уже есть покой. Но ты теперь хочешь отношений, потому что ты с мужем даже поговорить не можешь, тебя трясет от него, а ты хочешь, чтобы он вернулся. А он тебя предал. И тебе надо очистить связь с ним. И ты начинаешь молитву, и ты не можешь даже слушать его, тебе плохо становится, когда он говорит. А тебе надо вернуть в семью мужа. И ты молишься Богу, и в памяти о Боге у тебя постепенно очищается нить, связь между вами. Ты уже теперь вспоминаешь хорошее то, что было между вами. Это можно как определить, насколько нить чистая. Вот закройте глаза, вспомните близкого человека. Если у вас светлая память, значит, у вас чистая нить, связь между ними. Если у вас обида, злоба, разочарование, значит, нить засорена. Если у вас ненависть, вас трясет, это значит, что нить находится в ужасном, в жутком состоянии. То есть, связь ваша с этим человеком находится в жутком состоянии. Понимаете? И ни о каком восстановлении отношений речи нет. Как вы будете отношения, означает нить. Вот, допустим, у тебя с начальником, ты вспоминаешь начальника, а тебя трясет от него. Ты пойдешь с ним разговаривать или нет? Глупые люди идут. А разумные люди сначала очищают нить, молятся сначала, связь нормальную устанавливают, а потом идут разговаривать. И у них сердце смело находится настроено по отношению к начальнику, потому что они промаливают эту связь. Они сначала спокойствие в сердце добиваются, потом чистой памяти о начальнике, светлой памяти о нем. Ну, хороший человек. Просто между нами разногласия. Память светлая о человеке, добрая память. И тогда ты сможешь с ним говорить, он будет тоже с тобой хорошо говорить, потому что нить-то тоже, с ним тоже связано. Он же ее тоже чувствует, понимаете? И третий круг судьбы внутри начальника находится. Это если ты молишься дальше, у него поменяется мнение о тебе, вот это уже чудо. Муж возвращается назад. Меняется мнение. И на самом деле, когда три круга судьбы-то промаливаешь, ты что делаешь? Судьбу меняешь или человека? Судьбу меняешь. А человека ты можешь поменять? Ты можешь поменять свои отношения с ним. Ты можешь свою судьбу в нем поменять, но мнение его поменять ты не сможешь, потому что у каждого человека в этом мире есть полная свобода решения. Вот человек, допустим, уже согласен, что он зря бросил. Он считает, что лучше нам быть вместе. Но у него уже беременная другая жена. И он говорит, я останусь здесь. Значит ли это, что вы потеряли счастье? Значит, кто считает, что значит? Поднимите руку. Кто считает, что не значит? Правильно считаете. Потому что вы, когда молитесь, вы побеждаете три круга своей судьбы. А ваша судьба, когда очистилась, вы не имеете права быть несчастными. Запомните, никто никогда не сможет вас сделать несчастным, даже если он бросает вас в человек. У Бога мужиков заболись. Если вам по судьбе положен, он тут же скачет уже на белом коне к вам. Уже все, как бы, уже ждите следующий сюрприз. Вот. Понятно? Поэтому нужно побеждать свою судьбу. Людей не надо побеждать. Если тебе по судьбе не положено, тебя никто не обидит. А если положено, молись все равно, чтобы не было положено. Вот и все. Поэтому не надо против людей настраиваться. Теперь послушайте, как судьба людей обманывает. Судьба бьет человеку в сердце, по его памяти, и настраивает нас плохо к людям. Потому что люди могут вершить зло по отношению к нам. И мы это видим. Почему они вершат зло по отношению к нам? Потому что нам положено по судьбе. Они вершат зло по отношению к нам. И когда мы начинаем настраиваться плохо по отношению к ним, ненавидим их, не любим. Вот человек, который плохо нам делает, он хороший человек или плохой? Плохой. Ну, конечно, если он там, допустим, хочет тебя зарезать там, или ограбить. Что в нем хорошего? Он тебе семью рушит, хочет квартиру тебя отнять. Что хорошего? Он плохой такой человек. Но мы должны о нем плохо думать. Нет. Надо искать в нем хорошее. И понимать, что он плохой. Но если ты по-доброму о человеке думаешь, он не имеет права тебе сделать ничего плохого, если тебе это не положено по судьбе. Вот это вот попытайтесь понять. Если ты судьбу свою промолил, плохо о человеке не думаешь. Вот это очень важно понять, что человек плохой, но ты плохо о нем не думаешь. Вот это называется доброта. То есть ты даешь право человеку быть плохим. А если ты ему не даешь право быть плохим, то дальше что будет? У меня один друг разок бросил свою жену. Он молится. То есть духовной практикой человек занимается. Она занимается духовной практикой. Бросил жену. Нашел другую. А другой друг, он... Ну, мы все осудили этот поступок. Но я по-доброму с ним общался при этом. Хотя осуждал этот поступок. А другой друг, он не просто осудил этот поступок, а начал выступать против этого человека. Начал его наказывать своим поведением. Хотя наказывать должны старшие, на самом деле. Он не имел на это права оснований. Он его осуждал. Прошел год, и он сам точно так же бросил свою жену. Это называется не суди, судим не будешь. Ну, то есть, почему Бог ему такое испытание дал? Раз ты такой крутой, ты считаешь, что ты такой крутяк, да? Ты можешь с такой судьбой справиться. Тогда я посмотрю. Вот у тебя такая ситуация. Ты влюбился в другую девушку. Вот, оставайся с женой. Живи. И он, на па, я пошел. Ну, отлично. Красавчик. Понятно? То есть, с одной стороны, мы не согласны, но с другой стороны, мы с пониманием относимся к грешнику. С пониманием. Ну, бывает всякое. Так или нет? Или у вас так не бывает? Как это? Один мужчина ко мне подходит, женой, после лекции, женой подходит и говорит, Олег Геннадьевич, я все по вашим лекциям делаю. И знаете, какой результат? У меня жена изменила мне, ушла ко мне к другому. Я ее прощал, возвращал. И вот она стоит здесь. Она раскаялась. Я говорю, замечательно. Замечательно. Я очень рад. Он говорит, ну, полностью простить я ее не могу. Я говорю, сейчас простите. Он говорит, пожалуйста, помогите мне простить ее. Я говорю, ну, надо, чтобы жена отошла чуть-чуть в сторонку, я тебе помогу. Она отошла. Я говорю, я сейчас историю тебе расскажу. Я говорю, про одну семью. В ней жена изменяла мужа, и он об этом знал. Поэтому ему было очень, ну, обидно. Но он тоже изменял жене. И жена не знала. И поэтому ей не было обидно. Он говорит, Олег Геннадьевич все простил. Спасибо, все, прямо раз, и я простил. Все, вот, видишь, что? Прощение пришло. Классно. Мы, когда сами что-то делаем, мы вообще не замечаем даже. А когда другой человек, ой, как мы сильно замечаем этого. Он даже забыл, что точно так же сам изменял. Это мы не суди, судим не будешь.